Вот на той иллюстрации, которая здесь стояла даже в качестве заставки, это для начала, она изображена неправильно. Потому что на самом деле, конечно, это ангел и Мария из Благовещения, но не случайно в Пушкинском музее она давно и надежно стоит, сейчас я найду слайд, стоит она в старой раме, имея при этом вот такой вот вид. Нет, эта рама имеет посередине перемычку. Эта картина имеет довольно, точнее, не картина, диптих, на самом деле это не совсем диптих. Это когда-то было четыре произведения, два из которых находятся в Эрмитаже, а два оказались, вот эта вещь находится в Эрмитаже и в этой вещь. Одна из них – Святой Ироним, другая – это еще один Святой Доминиканский, который неправильно обозначен и в каталоге Эрмитажа, и неправильно обозначен на сайте Пушкинского музея. Я уж не знаю, почему так получилось. На сайте Эрмитажа показано, что это Святой Доминик, а на сайте Пушкинского музея указано, что Благовещение из Пушкинского музея составляет единый комплект с Святым Иронимом и Святым Франциском Феррером из Эрмитажа. Был такой Святой Винцент Феррером, знаменитый доминиканец, но не Франциск Феррером. И вот эта история некоторых ошибок и непонятностей, она тянется вместе с этой вещью, начиная с самого главного вопроса, который всегда интересует и зрителя, и историка искусства, начиная с авторства. Потому что известная примерно с середины XIX века в антикварных кругах она попадает в собрание Александра Сергеевича Строганова, одного из замечательных коллекционеров этого изумительного семейства, которое дало столько собирательской деятельности в России. И дворец, в которых сейчас стоит абсолютно опустошенный, потому что основная часть собрания Строганова продана большевиками на аукционе Рудольфа Лепки в 1929 году за совершеннейшие гроши, которые, впрочем, даже могут быть прослежены по ценникам этого времени. А люди, которые этим занимались, люди из советского госантиквариата, частенько после этого оказывались беглецами за границу, поскольку они зарабатывали не только для государства, но и для себя. Поэтому картина эта имеет счастливую судьбу, что она не разделила эту общую участь, но пребывание ее относительно недавнее, середина XIX века для истории искусства – это не срок. Пребывание ее в собрании Строгановых не дает представления о том, где она была изначально, а самое главное, какую композицию составляли эти четыре картинки вместе, то есть что она собой представляла. Наиболее предположительный вариант – это то, что она представляла собой часть какого-то домашнего небольшого алтаря, но при этом любой способ скомпоновать эти четыре вещи оказывается неудачным, потому что Благовещение никак не может быть так близко согнано друг с другом, как оно было у нас на фотографии вначале, совершенно явно и по структуре дерева, и в особенности по рисунку облаков на верхней части как одной, так и другой створки. Вон там вот наверху понятно, что состыковать их нельзя, и никогда они так близко быть не могли. По старой иконографической традиции Благовещение могло составлять, наоборот, края какой-то композиции. В Византийском храме Благовещение размещается обычно на столбах над алтарной преградой, справа и слева от вида главной апсиды. Но к тому же еще маленькие створочки не все подходят друг к другу одинаково. Это вот уже вопрос нашей науки. На самом деле есть ли возможность дальше их изучить? Есть. Нужно сделать анализ дерева, проследить при этом не только, происходят ли они из одного и того же куска дерева, но как расположены волокна в них для того, чтобы понять, какие были распилы. Может быть, это поможет нам понять, как они были закомпонованы. Второй вопрос с ними заключается в авторстве, потому что всякому музею хочется иметь Боттичелли, а то, что называется мастерская Боттичелли или круг Боттичелли, не то чтобы никому иметь не хочется, но не так почетно и не так интересно. Проблемы авторства – одна из самых тонких и иногда очень драматических проблем в истории искусства, потому что мы сталкиваемся с этим постоянно. Картина может быть начата художником, а закончена его мастерской. Картина может быть сделана в мастерской и пройдена самим художником, как часто было с Айвазовским или с Рубинсом. Картина, наконец, может быть сделана от начала до конца самим художником, но оказаться на периферии научных интересов, скажем, 19-го или 20-го века, и как вещь, которая часто видена только по фотографиям, это, собственно, и случилось с нашими картинками Боттичелли, она на некоторое время пошла вниз в историю искусства, потому что она оказалась при тогдашней технике воспроизведения просто мало знакома основному кругу историков искусства этого самого пресловутого золотого века истории искусства, то есть 30-х, 40-х, 50-х годов. В настоящее время считается, что та часть, которая находится в Пушкинском музее, это аутентичные Боттичелли, но наиболее осторожные мнения по этому поводу говорят примерно так, что это сделано по рисунку Боттичелли. В 19-м веке еще было замечено, что один глаз Богоматери как бы чуть хуже написан, но мне кажется, что это на самом деле уже ерунда, потому что, безусловно, они обличают очень высокое художественное качество, исполнено очень тонко. А вот створки со святым Винцентом Феррером и со святым Иронимом, во-первых, нам непонятно, какую общую идеологическую программу можно было бы из них сделать, какой идеей их всех связать, а во-вторых, они действительно несколько хуже, поэтому, может быть, это был политик, который делал Боттичелли и его ученики, а может быть, это была другая ситуация. Есть еще предположение, что это может быть именно Благовещение дополнительной створки к одному из страшных судов Франжелика, другого знаменитого художника итальянской поздней готики или раннего возрождения. Все это не затрудняет зрителю их видеть, конечно, просто для нас, для профессионалов, важно, ну, как бы, докопаться до максимального уровня информационной точности и понимания в этой ситуации. Тем более, что эта вещь, о чем я, собственно, хотел кратенько рассказать, она занимает довольно особенное место, потому что она отличается удивительным лаконизмом даже для такого маленького формата. Обыкновенное Благовещение 15-го столетия, которое делалось примерно тогда же, то есть ближе к концу века, делалось ли оно самим Боттичелли, как вот эта фреска из Уфицы, например, оно многословное, говорливое и многосоставное. Речь идет о том, как это все происходило. 19-й век очень любил подставлять себя на место исторических персонажей. В проповедях святого Антонина Флорентинского, который был современником этих ребят, говорится, если ты хочешь понять, как происходило, например, осуждение Христа, найди кого-нибудь из своих знакомых, кто лицом похож на Пилата. Представь себе другого, который больше похож на апостола. Одень их одежды, которые носят у тебя в городе на улице, и пускай они будут в этом городе. Так, собственно, 15-й век обычно и пишут эти картины. И вот здесь мы видим в нормальной ситуации, но это большая фреска, ее трудно сравнивать, мы видим комнату, мы видим аксессуары и атрибуты этой комнаты, мы видим дальний пейзаж, который часто тоже наделяется символическим смыслом. Это эпоха, которая любит такие вещи некоторым образом прятать за внешней узнаваемостью, но на самом деле это эпоха полной глубокой символики. Вот сейчас у нас в более крупном варианте на экране находится Благовещение Франжелика, который мастер немножко более ранний, но ничуть не менее замечательный. И мы здесь видим, что Благовещению уместно было в те времена в сводчатом портике с колонной, которая разделяет между собой этих персонажей. Здесь у Франжелика другой комментарий. Здесь грехопадение Адама и Евы, то есть то, что испортили Адама и Евы, то сделает опять нормальным и праведным... ...где стоят деревья. Это связано с символикой Богоматери, как огражденного сада. А символика огражденного сада, Hortus Conclusus, это символика ее непорочности, то есть это сад, в который нет входа. В этом саду, у Боттичелли это точно так же, может, в Большом Боттичелли, как раз из Уфицы, которые мы сейчас пролеснули, не это, а другое. Там у него есть вполне замечательная вещь, такое, как дерево, которое растет в саду Богоматери, и это дерево понималось... Вот оно сзади, видите, это другая совсем вещь. Ангел Калина преклоненная, она больше нашей значительно. И там сзади пейзаж, и дерево находится как бы в этом огражденном садике, хотя при ближайшем рассмотрении она чуть-чуть дальше, но это крестное древо Христа, потому что в этом садике выросло дерево Христа, а в Богоматери вырос сам Христос. Вот такой вот символический мир, обогащающий зрительное поле картины, очень характерен для 15-го столетия. Наш вариант благовещения в этом отношении оказывается чрезвычайно скупым. Здесь все отдано выразительности самих фигур. Это может быть связано с форматом, но это может быть связано не только с форматом, потому что на самом деле на этой вещи сохранились следы первоначального замысла, когда вот здесь вот на небе идут две арки. Эти арки обозначают, по-видимому, то, что, как и у фра Анжелика, это благовещение находилось когда-то в портике, но потом, по ходу работы, мастер изменил это, и, изменивши свое решение, он двинулся в ту сторону, когда символизм отдельных предметов занимает минимальное место, а выразительность фигур занимает предельно большое место. Нам в этом отношении повезло, потому что они написаны с такой заботой, любовью и тщательностью, которая особенно видна на фоне вот этой вот лапидарной темной стены. Не надо сказать, чтобы этого вообще не было. Для благовещения нашего небольшого Ботичелевского есть довольно замечательная аналогия, которую мы находим в скульптуре XV века. Это благовещение Донателло, которое имеется у нас в копии, вон там он наверху, но копия, правда, довольно дурного качества, поэтому мы не видим на ней ни позолоты, ни красоты работы Донателловской руки как раз. Сейчас я попробую это увеличить. Да, оно увеличивается. Хорошо. Ну, хорошо не скажу, конечно, что это очень хорошо, но, во всяком случае, хоть как-то оно увеличивается, мы что-то можем увидеть. Вот в этой ситуации получается у нас, что это, в отличие от живописных благовещений, это происходит на фоне двух панелей или дверей, и, по-видимому, престола или трона, с которого только что поднялась изумленная вот эта девочка Мария. На самом деле и здесь Донателло тоже имеет в виду некоторую символику. В библейском тексте «Видение Иезекииля» говорится о мистическом храме «Видение Иезекииля», у которого есть три двери открытые, а четвертая дверь затворена. Любой, кто бывал в нашей православной церкви, знает, что эта символика теперь осталась. У него может быть западная дверь, северная и южная, а восточная дверь, алтарная часть, это затворенная дверь, через которую входит благодать Господню. То есть в этом смысле слова изображение Марии и ангела на фоне двери тоже могло бы служить к тому, чтобы люди воспринимали вот эту самую символику. А в случае нашей вещи, небольшой и действительно очень тонкой и приятно написанной, мы встречаем как бы такую вот даже удивительную опустошенность. У нас от символики остается только одна вещь, которая есть и в другом Благовещении Бодича, или Уфице, который я показывал. У нас сама одежда Богоматери складывается вот в такой вот круг, который на самом деле обозначает, в общем-то, ее готовность принять во себя Христа. То есть это вот, если можно выражаться современными категориями, будущая беременность. Вот это действительно перекладывает всю ответственность за выразительность на фигуру, на жест, на позу, на движение и на все вот эти вот вещи. В настоящем мире у нас получается довольно легко что-то себе представить, потому что мы, ну, правда, не на этом экране, не с этой техникой, но все-таки можем себе представить очень сильное увеличение. И мы видим эти вещи так, как их, честно говоря, не видел даже сам художник, потому что сам художник, вот он рисовал в таком формате, а мы поднимаем их до такого размера, который дает нам много больше. И, наверное, именно теперь, поэтому можно точно сказать, что это действительно сам мастер, что вот эти вот превосходно исполненные, дробные такие повторяющиеся линии, которые создают как бы след движения у архангела, да, и эти вполне замечательные цвета вот тут вот, и вот этот вот жест, закрывающий с одной стороны Богоматери, с другой стороны открывающий в ней вот этот вот, ну, так сказать, проем для того, чтобы благодать на нее снизошла, вот это вот, собственно говоря, остается самой сильной и самой мощной чертой выразительности. Я поставил сюда, но у меня, наверное, не будет на это время, потому что времени нас вообще здесь мало. Многие другие благовещения этой эпохи, которые показывают, насколько мастер здесь был сознательно лаконичен, потому что, ну, это более раннее, это Дуччо, это еще XIII век, предположим, да, или начало XIV, и мы видим опять здесь разделительную колонну, которая преодолевает с движением ангела. И здесь у Франжелика в другом варианте мы тоже видим такую вещь. То есть мы всегда видим хорошо откомментированные предметы, но сами по себе эти створки могли быть всего-навсего комментарием к другой работе, то есть, предположим, к тому же самому страшному суду Франжелика, и тогда получалось, что они не должны брать на себя всю тяжесть и серьезность главного изображения. Таким образом, мы видим, что памятник этот, с одной стороны, скромный, небольшой, не очень, это Антонелда Мессина, это фра Филиппа Липпи, это разнообразные его современники, которые вот таким вот способом дают нам возможность прочесть этот сюжет и увидеть его. И мы всегда видим, что на интерьер и на подробности обычно художник отводит много больше времени, и даже сам Боттичелли, вот этот самый знаменитый из его Благовещений, тоже это делает. Но мы видим тот же самый ритм ускользающего движения, то же самое изумительное искусство его, как рисовальщика. У него всегда превосходные руки, и вот эти вот выразительность пластического жеста Боттичелли, она в этой маленькой работе тоже прекрасно чувствуется. Остается, конечно, еще поставить, если мы судим эту вещь с точки зрения профессиональной истории искусств, поставить возможную дату. Ее относили к 80-м, к началу 90-х годов. Боттичелли в это время, в это позднее время своей жизни, оказывается под сильным влиянием мистика и аскета Джироламасова Нарулы, который закончил так, как часто заканчивают мистики и аскеты, то есть на костре, но который успел произвести очень сильное впечатление в Флоренции, и в результате костры из тех светских произведений искусства, от которых отказывались сами художники, в том числе и Боттичелли, они составляли собой, так сказать, пейзажный фон для деятельности этого аскетического мыслителя. При этом тексты, переведенные на русский язык, они выразительно и сильны, но для пластических искусств они оказались угрожающими. Может быть, аскетизм Боттичелли в этом благовещении связан с тем, что он уже двигается по этому пути, по пути, соответственно, сосредоточенности, концентрированности и исключительного внимания на главнейшем теологическом и одновременно человеческом сюжете, для того, чтобы ему не мешала вся эта украшающая, так сказать, символика, которая возникает здесь, как дверные проемы, золотые лучи. На одном из благовещений Фра Анжелика Мария и Ангел обмениваются репликами, которые написаны золотой краской, причем это очень забавно, потому что, сейчас не буду его искать, просто расскажу, потому что изо рта Ангела вылетают две строчки, которые обращены от Ангела к Марии, ну, соответственно, «Аве Мария и Грация плена, доминус текум», вот то, что у нас «Богородица Дева радости, благодатная Мария, Господь с тобою» на русском языке, ну, они немножко отличаются по словам, но тем не менее, а она ему отвечает, при этом золотые буквы даны в зеркальном обороте, поскольку Анна находится справа, а он слева, то получается, что зеркально направленные буковки идут от нее к Ангелу, понимаете? Вот таким вот реверсом пролетают обратно, даже, знаете, поскольку это интересно, я постараюсь сейчас ее найти, хотя, я не знаю, даст ли нам это увеличение, как раз именно шрифтовую ее часть, но это того стоит. Вот она, и вот, собственно, нет, даст все-таки, вот мы видим эти слова, которые обращены от Ангела к Богоматери и от Богоматери к Ангелу, они так вот разлетаются и приходят обратно. Это искусство серьезное, это искусство имеет в себе тех признаков Ренессанса, которые мы привыкли считать почти обязательными. Обращение к античности, увлечение античной пластикой или языческими идеалами. Это не Венера Ботичелли, не Весна Ботичелли. Это религиозное искусство 15 века, где понятия поздней готики и возрождения не противоречат друг другу, и при желании можно составить хронологию, в которую она впишется и туда, и сюда в этой ситуации. Но самое главное ощущение, которое есть, это что, по-моему, предлогом для того, что мы здесь рассуждаем, является то, что она отреставрирована. А если она отреставрирована, это видно хорошо, то мы видим, собственно говоря, то, что на экране сейчас вы увидеть не можете, но можете посмотреть дома на компьютере, а лучше всё-таки в зале, взяв туда самый мощный инструмент исследователя историко-искусства, то есть лупу тройкратного увеличения. Это самое свободное, что мы можем себе позволить, и на самом деле это очень помогает разглядывать живопись. Но моя партия закончена. Теперь мой коллега. Добрый вечер. Я, конечно же, составляю плохую вам партию, потому что я ни черта не разбираюсь в Боттичеле и в эпохе Ренессанса. Я занимаюсь всё-таки XX веком. Но я увидел смысл своего здесь присутствия в том, чтобы немножко рассказать о том, какое место Боттичеле имел в XX столетии, в культуре XX столетия и в том числе в так называемом современном искусстве. Наверное, уже сегодня, будучи зрителями, очевидцами всевозможных биеннале, современного искусства, фестивалей и так далее, вы успели заметить, что современное искусство находится в постоянном поиске каких-то источников в классическом искусстве, в том числе Ренессансу. Считалось раньше, особенно в советском искусствознании, что такие источники не очень характерны для первой половины XX века, что модернизм – это настолько радикальное явление, которое ищет точки отчёта в себе и ни в какой диалог с историей особенно не вступает. Но особенно в последние несколько десятилетий появилось довольно много трудов, которые на довольно глубоком уровне исследуют всевозможные связи разного уровня, разного порядка и разной глубины с совершенно различными эпохами. Это касается не только, конечно, архаических культур, это касается и в том числе Ренессанса, и, конечно же, барокко, и Средневековье и так далее. И в сущности то, что некогда называлось постмодерном, эпоха постмодерна, есть следствие довольно большого накопления такого внутреннего, не очень очевидного сперва накопления, которое производил модернизм в отношении именно познания и диалога со старыми мастерами или с античностью и так далее. И сегодня есть такое правило хорошего тона включать работы старых мастеров в экспозиции современного искусства как раз на разных фестивалях и так далее. Таким образом происходит деконтекстуализация тех работ, которые мы привыкли видеть в музеях и которые имеют совершенно для нас особое закрепленное место в истории и существуют в определенной иерархии. Самая эта манифестация, эта деконстектуализация на самом деле повторяет те жесты, которые производились художниками, а не кураторами в 20-м столетии. Теперь, что касается именно Боттичелли. Вообще-то говоря, мне не кажется, что Боттичелли в этом смысле какой-то исключительный мастер. Я думаю, что в смысле каких-то точек референции Леонардо играл для 20-го столетия, конечно, намного более важную роль. Очень много было к нему обращений по разного рода причинам. Но и не только. Эль Грека во многом. Боттичелли здесь не является фигурой основной, главной. Но тем не менее, если внимательно проанализировать, что происходило во второй половине 19-го и в 20-м столетии, и вплоть до сегодняшнего времени, мы увидим, что работа Боттичелли часто становится такими точками референции. Особенность различия между 19-м и 20-м столетия состоит в том, что для 19-го столетия Боттичелли был примером для подражания и повторения. И здесь в первую очередь можно вспомнить, сейчас я немножко пролистаю слайды и дойду до тех, которые готовил я к этому вступлению. Здесь можно вспомнить, конечно, прерыв элитов прежде всего. Я выбрал одну из многих работ, которая отсылает напрямую к Боттичелли, это Уолтер Крейн, работа 1977 года, «Возрождение Венера» она называется. Надо сказать, что прерыв элиты были и собирателями, и Боттичелли для них находился в очень особым статусе. Но я бы сказал, что для них это скорее были такие стилистические заимствования, имевшие, конечно, значение в смысле вообще философии возвращения к искусству Ренессанса. Ренессанса, но прежде всего раннего Ренессанса, но и Ренессанса в целом. Интересный еще момент состоит в том, что художники, не имевшие отношения к прерыв элитам совершенно из другой среды и другого мировоззрения, тоже копировали или в своих работах делали отсылки к Боттичелли. В частности, известно, что копии «Рождение Венеры» делал Эдгар Дега и Гюстав Моро. Кроме того, из символистов Боттичелли живо интересовала Арнольда Бёклина. Ну и есть некоторые другие примеры. Но вот эта попытка имитации или повторения, подражания Боттичелли совершенно изменилась в начале XX века. Ну, можно вспомнить, конечно, некоторые работы Модельяни, который, как считается, вдохновлялся неким утонченным таким стилем итальянского мастера. Но это более-менее на поверхности находится. А вот что касается Франсиса Пикаби, это уже не так хорошо известно. И я хотел остановиться на нескольких его работах. Дело в том, что в 1927 году Франсис Пикаби, который, конечно, первоначально был очень успешным художником-постимпрессионистом, уже в начале десятых годов начал довольно бескомпромиссные такие эксперименты, не считаясь совершенно своим уже хорошим, таким зарекомендованным статусом среди современных мастеров французского искусства. И в 20-х он уже прослыл, конечно, дадаистам и сюрреалистам, и человекам довольно интересных поступков, жестов, и абсолютно радикальных, конечно, подстать его другу Марселе Дюшану. Но в 1927 году он начинает делать работы, которые, я бы перевел, транспаренции, дословно прозрачные. Это довольно большое количество живописных, прежде всего, произведений, в которых он использует такую классическую иконографию. Предметом этих работ, сюжетами являются сюжеты античной. мифологии, ну вот в частности, это его Мелебея 30-го года или Аэллу, которая, как указывают именно историки, занимающиеся Пикабиа, были вдохновлены Боттичелли, а Боттичелли был любимым художником этого неспровергателя всего и вся, человека, который писал картины, даже не изображая там особенно ничего, как, например, Кокодилов-Глазными, это работа 20-го года. Но мне хотелось обратить ваше внимание на работу Медея. Конечно, сама по себе эта работа не имеет отношения с точки зрения сюжета к Боттичелли, насколько я понимаю, это не могло быть таковым. Но дело в том, что в ней Пикабиа зашифровывает сразу несколько буквальных цитат. лица, контуры лиц, он заимствует из Боттичеллиской Мадонны и фигуры, которая находится справа от нее. Я не знаю, чья это может быть фигура, сложно сказать, да? Ну да, вот. Но, конечно, Пикабиа совершенно не интересовала, кто изображен. Главное, что он буквально берет контуры и переносит на… Я думаю, что, конечно, не очень хорошо вам заметно, но, поверьте, если вы увеличите и найдете ее в сети, вы увидите абсолютное сходство. И, наконец, третье лицо. Здесь, вы видите, существует такое напластование как бы, да, нескольких образов. И второе лицо в центре, будем считать его третьим, он заимствует, пардон, из Боттичеллиской Венеры, картины Венера и Марс, которая находится в Национальной галерее. Таким образом, вся картина Пикабиевской Медеи является посвящением Боттичелли и довольно интересным размышлением о том, как соотносятся современные принципы живописной и принципы классической живописи в том смысле, что транспаренции, конечно, отсылают к полимпсестам, к некому напластованию уровней различных текстовых. Это такой как бы визуальный полимпсест, зрительный, но вместе с тем ассоциирующийся с принципами кинематографа, фотографии, и принципов мультиэкспозиции, чем в принципе среда, особенно нью-йоркских доистов и парижских, была очень увлечена. И вместе с тем для Пикабиев вот эти вот транспаренции имеют значение еще и сериалистическое, как определенные образы такого искусствовического что ли подсознания, понимаете? То есть он воспроизводит в этих транспаренциях огромное количество, не только, конечно, Бутичелли, огромное количество различных известных образов, известных нам по истории искусства. Другое дело, что Пикабиев многие из этих картин писал по открыткам. Это принципиально тоже важно, что для художника XX века классическая живопись опосредована тиражной продукцией и, в принципе, репродукциями. Я подвел к разговору Бутичелли к неким уровням сериалистическим, к проблеме бессознательного, потому что еще одно знамятое обращение к Бутичелли было сделано Дали, и это совершенно не случайно. Было бы странно, если бы Дали прошел мимо Сандро Бутичелли, потому что, как мы знаем, с одной стороны, в принципе, в отличие от многих других сюрреалистов, Дали очень живо интересовался и постоянно находился в таком внутреннем диалоге с классической живописью. С другой стороны, сам он себя хотел поставить в ряд этих классических мастеров, утвердить себя в качестве такого современного гения, равнозначного другим гениям, прежде всего, конечно, Возрождения. В 1939 году у него появилась возможность довольно ярко показать свое отношение к Бутичелли и как художнику, и вместе с тем в Бутичелли как бы интегрировать свое понимание искусства и, в принципе, свое мировоззрение. Он выпускает своеобразный такой манифест, декларацию независимости воображения и прав человека на свое собственное сумасшествие. И иллюстрирует эту декларацию, опять же, образом Венеры, с рыбой вместо головы. Такая происходит гибридизация. Женщина-рыба. И здесь уже сразу возникают фрейдистские ассоциации, психоаналитические трактовки женщины, женского начала, как начало воды, моря, водной стихии. Приехав в Нью-Йорк, он по приглашению Жильена Леви, нью-йоркского галериста, который устраивал его выставки. А, надо сказать, в 1939 году в Нью-Йорке уже оказалось довольно много современных художников в Америке просто по причине того, что Музей современного искусства в Нью-Йорке довольно успешно экспонировал работы. Ну, а к 1940 году там оказалась очень богатая среда экспатов из-за начала Второй мировой войны. Так вот, Дали получает возможность построить свой собственный павильон на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Выставка эта была, ну, своеобразным таким манифестом Америки. Если вы увидите кадры документальные, то поймете, что это невероятная была такая демонстрация возможностей капиталистической экономики. И на этой выставке нужно было показать, насколько Америка опережает все остальные страны. И во многом эта выставка представляла собой аттракцион. Дали поступил очень затейливо, как ему было свойственно. Он построил павильон, который представлял собой абсолютную противоположность всей архитектуре мировых выставок. Вообще, некая противоположность архитектуры, такая антиархитектура или сюрреалистическая архитектура. Редкий, кстати говоря, пример именно сюрреалистической архитектуры. И посвятил его, по сути дела, именно Боттичелле. Первоначально он хотел назвать этот павильон «Глубиное море», но впоследствии он назвал «Сон Венеры» или «Мечта Венеры». Здесь двойственный перевод. И довольно большую фигуру Боттичелевскую поместил в нишу. И вот мы видим на этой фотографии, как внизу находится женщина в шезлонге. Так что размеры эти были довольно циклопическими. Внутри этого павильона тоже совершенно была невероятная инсталляция. Дали договорился с 30 дамами, которые плавали в огромных аквариумах, абсолютно голыми, такие наяды как бы. В общем, он осуществил абсолютно такое подсознание, своё, пользуясь Боттичелевскими образами. Конечно, прочтение Боттичелевской здесь было довольно однозначным. Это прочтение эротическое. И вместе с тем мне хотелось подчеркнуть, что для Дали это имело ещё и политическое значение, кроме такого персонально-психоаналитического. Любопытный факт состоит в том, что параллельно проведению Всемирной выставки и постройке этого павильона, надо сказать, что павильон не открылся вовремя, он открылся спустя два месяца, потому что настолько там всё сложно было сделать, что Дали попросту не успел. Так вот, параллельно с открытием Всемирной выставки и нашумевшим павильоном Дали в Нью-Йорке открылась выставка итальянских мастеров, где присутствовали работы практически всех выдающихся мастеров Возрождения, и в том числе, собственно говоря, рождения Венеры, оригинал. Так что он как бы вступил в диалог ещё и с музейными структурами. Сериалисты часто обращались к классической живописи, как это известно, и, наверное, самым известным примером является готовый букет, работа Магрита 1956 года, где он берёт флору и помещает её на спине типичного своего персонажа, такого обезличенного буржуа, и в этом смысле он пользуется своим таким излюбленным методом живописного коллажа. Я бы так это назвал, потому что, конечно, с точки зрения техники это не коллаж, но метод совершенно коллажный. И эта флора как бы оживляет полностью эту фигуру, и вместе с тем возникает какое-то глубочайшее противоречие в двух этих различных образах. Вообще, после Второй мировой войны обращение к Боттичелле становится более частым, и знаменитая одна из первых комбайн-пейнтингс Раушенберга тоже включала в себя репродукцию рождения Венеры, но, правда, там находился и Дюрер, и много чего другого. И в данном случае Раушенберг, конечно, пользуется репродукцией Боттичелле как репродукцией просто одной из самых известных картин в истории искусства, которая для него как бы входит в один ряд с любыми другими изображениями. Комбайн-пейнтингс Раушенберга это своеобразное уравнивание как бы, да, любого типа визуальной информации, но это уравнивание происходит благодаря вмешательству самого Раушенберга, который, как правило, эти репродукции раскрашивает. Здесь вы можете приглядевшись увидеть, что посередине его работы проходит как бы линия такая, шкала цветовая и он окрашивает участки картины в соответствии с этой шкалой. Там, где желтые тона, да, мазки желтого цвета, ну и так далее, и так далее. И все эти репродукции располагаются, собственно говоря, по центру этой картины. Конечно, для Раушенберга рождение Венеры, как и некоторые другие картины, не только Патечели, но, естественно, всех других мастеров Ренессанса, это еще и определенная интерпретация классических образов в массовой культуре. Надо сказать, что таких примеров было очень много, я просто вот нашел две таких кичевых обложечки каких-то таких желтых романов, но можно вспомнить Флеминга и его сериал Джеймс Бонг, где тоже есть определенная отсылка. И вот здесь уже получается, что художники поп-арта работают не столько с конечно с Ренессансом, с какими-то смыслами и стилем, и языком Баттичели, но с его уже апроприацией массовой культурой. В частности, это касается работы Анди Уорхола, когда в 1984 году можно сказать уже незадолго до своей кончины он сделал серию работ деталей ренессансных картин. Там были и Леонардо, и Пауло Учелло, и в том числе Баттичелевская Венера, правда, он берет только лишь ее лицо крупным планом и печатает способом шелкографии, таким образом балансируя на грани такого аутентичного художественного жеста, подхода и тиражного метода, который, собственно говоря, позволяет бесконечно репродуцировать изображения, которые имеют абсолютно аутентичный характер и должны иметься. Такая, я бы сказал, бытовизация Баттичелли хорошо заметна по британской художнице Сильвия Слей, которая берет Венеру и Марса и перемещает в современную действительность 70-х годов и располагает двух таких молодых людей в цветущем саду. Представление о том, что Баттичелли создал некий идеал красоты, абсолютный, ставший символом и даже определенный трейдмарк, интересно обыгрывается в работах Орлан. Орлан это, если вы знаете, французская художница, которая прославилась тем, что делает перформансы, в которых на публике делают пластические операции. Она все время меняет как протей свое тело, и для нее вообще очень важна проблема того, как тело может быть изменено, и как оно меняется с точки зрения современной культуры. Тело как некий предмет для трансформации. И в 1994 году Орлан провела пятую такую операцию, которую посвятила Боттичелли. То, что вы сейчас видите на экране, это первый такой был подход, который тогда она еще не делала в 70-х годах собственно сами операции, но несколько позже, вот здесь это особенно заметно, она просто заимствовала из нескольких классических картин отдельные элементы, и в частности сделал такую установку, что подбородок у нее должен быть именно Боттичелевский. В начале 90-х годов Орлан с помощью фотошопа наложила свое изображение, свою фотографию на репродукцию Боттичелли и создала такой гибрид Венеры и себя, но решила, что Венера у нее закричит, как бы сопротивляясь вот этому насилию идеала, да, Орлан все время борется с таким консюмеристским представлением о том, что особенно женское тело должно быть идеально и тем, как массовая культура настаивает на этом и постоянно внедряет это. Ну вот здесь на этой фотографии вы можете видеть собственно Орлан сегодня, фотография совсем недавняя, на фоне своей работы. Еще один интересный, я просто не успеваю конечно в силу краткости нашей встречи рассказать более подробно о Синди Шерман, которая постоянно тоже работает с классической образностью из разных областей, и кинематографа 20 века, и истории искусства. И вот здесь в этой работе Синди Шерман как бы обыгрывала Мадонну с тремя ангелами, которые таким непривычным образом кормят младенца. Хотя это, я так понимаю, довольно часто встречается в работах эпохи Возрождения. Но обсудить это более подробно я не могу. Еще один интересный такой ход, который используется современными художниками тоже на основе Боттичелли в том числе, это такая, я бы сказал, интернетизация европейского искусства и придание каких-то локальных черт африканских либо азиатских известным образом. Китайский художник Ян Ке Ксин написал вот эту азиатскую Венеру. Вообще он знаменит тем, что он перелицовывает на восточный манер все лица, вероятно, рефлексирует относительно отношений европейцев к лицам азиатским, которые нам с вами кажутся довольно похожими друг на друга и таким образом он их как бы делает особенными. Конечно, Боттичелли это к сожалению оказался художником очень обыгрываемым в постмодернистской культуре в кемпе. Здесь можно вспомнить, например, работу Рипа Кронко «Венера» на роликах написанную акрилом. Можно вспомнить практически уже такие кемповые фотографии Дэвида Ла Шапеля, известного фэйшн-фотографа. Работы, которые, конечно, напоминают нам по стилистике Джеффа Кунса и вообще эстетику неогео. Ну вот два его знаменитых отпечатка. «Рождение Венеры» с лентами, которые, правда, отсылают к трем грациям, и фотография с Наоми Кэмпбелл, которая композиционно повторяет «Венеру» и «Марса». Наоми Кэмпбелл здесь изображена вместо возлюбленной Сандро Потечелли Симонеты Веспуччи. Называется эта работа «Похищение Африки». Ну и самый дикий такой пример это стиль, который имеет разные обозначения. Я, например, встречал эдо-поп или джапа-поп. В общем, японский поп-арт, но один из самых таких последних его вариантов. Это японская, очень популярная надо сказать, художница. Зовут ее Тамоко Нагао. Она живет в Италии. Закончила она колледж искусств в Челси. И она работает в стилистике а-ля Такеши Мураками. Некоторые знают его под стилем кавайи, такой милый всякие образы типа Хеллоу-Кити. Ну и здесь вот она эту несчастную референцию к Венере помещает в консюмеристский рай с упаковками из супермаркета итальянского Селунга. Стоит она на игровой приставке, окруженная макаронами Борилла и так далее, и так далее. то, что современные художники обращаются к Боттичелле вовсе не означает, что они конечно же воспроизводят или каким-то образом вступают в отношения к классической живописи, они вступают в отношения с массовой культурой, которая давно эти образы апроприировала и в частности Дольче Габбана, знаменитый их показ 1993 года, Платье Венера называлась эта работа. Ну и надо сказать, что в других странах и я бы сказал ни европейских, ни американских, тоже востребованность в Боттичелле в последнее время как-то сильно возросла, судя по появлению этих работ на всевозможных выставках и Бейенале, но в частности это работа турецкого художника Гельсюн Кара Мустафа, где он просто берет уже готовые все элементы и в частности плохо сделанную купленную на рынке в Стамбуле фигурку, помещает в раму и создает ну как бы такое скульптурное что ли пространство, но Венера стыдливо от нас отворачивается. Это работа 1985 года. Довольно интересная и в том смысле, что это уже обращение с менее известными работами Боттичелли, в частности портрет молодого человека с медалью Козима Старшего. Это работа иранского мастера Айдина Агдашлу, но он пользуется тем, что внутрь головы молодого человека он вписывает пейзаж из картины другого мастера Ренессанса Доминика Герландаю. Ну и наверное последняя такая остановка одна из самых недавних скульптур нигерийского художника Сокари Дугласа Кэмпа, который создал такую вот отсылку, африканскую отсылку к Боттичелли Венере. Весне, да. Конечно. Весне, да. Вот, наверное, такой краткий обзор, который трудно сейчас аналитически как-то концептуализировать, что ли, да, но он может дать некоторый повод для размышления. Спасибо. Большое спасибо за дискуссию. К сожалению, у нас осталось время только на один вопрос, но я хочу сказать, что все алистрации мы и всю презентацию отправим всем по почте, кто зарегистрировался, так что вы сможете все более подробно посмотреть. Прежде чем эти три вопроса будут, я хотел бы со стороны классической истории искусства сделать маленький очень краткий комментарий. Удивительно, как 20-21 века ухитряются опошлить до состояния ниже плинтуса абсолютно любую вещь, которая существует в классической традиции. То есть, я бы сказал, что я лично враг современного искусства, но даже не надо быть его врагом, а оно само себе враг, когда ты, собственно, смотришь на все это дело и видишь, как постепенно все это тонет в абсолютно ничтожной традиции масс-культуры, и как оно, высмеивая то эту масс-культуру, то саму себя, в результате, оказывается, ничтожествует. Есть такое старинное слово, оно самоуничтожается, буквально. И обращаясь к самому началу речи моего коллеги, когда он говорил, что классическое искусство вызывает живой интерес у современности и так далее. Это примерно, знаете, напоминает мне, что человеческое тело вызывает живой интерес у комаров, например, безусловно. Этот интерес очень живой, да. То есть они готовы им питаться, это пожалуйста, да. Но другое дело, нужно ли это человеческому телу, и во всяком случае, наверное, вот это все заставляет меня уйти туда вглубь и понять, какого размера был бы костер сейчас у нового Савонаролы. Спасибо большое. Я могу сказать от организаторов «Пятниц» в Пушкинском, во-первых, спасибо Science.me за то, что мы уже второй сезон так успешно сотрудничаем, во-вторых, тема, которая сейчас была затронута, не даст нам возможности провести, если мы начнем ее обсуждать, а обсуждать есть что, то нам придется отменить концерт, который должен начаться в 19.30. Поэтому я предлагаю сделать так. Может быть, у нас есть очень хороший план трех последующих вечеров с конкретными темами, но, может быть, первую дискуссию 2020 года сделать именно дискуссией широкой о современном искусстве и его отношении к классике безотносительно к каким-то конкретным работам, потому что поговорить есть о чем. Я могу только от себя сказать, что я помню, как я первый раз попала в Венецию и спорила до хрепоты со своими друзьями британскими, которые меня туда пригласили встречать 2000 год. Когда мы стояли в музее Пегги Гуинхайма, я говорила с пенной у рта, я не понимаю, как можно в этом прекрасном городе помещать в музей вот это. Я прошла, надо сказать, за эти почти 20 лет очень большой путь, так получилось. И я гораздо терпимее сейчас отношусь к современному искусству, потому что оно разное. Мне кажется, что нельзя под одно слово, вернее, под одну фразу современное искусство помещать все и все сразу вот так вот убивать и называть комарами. Но это опять же, если мы начнем сейчас дискутировать, то мы не проведем концерт. Поэтому, правда, огромное спасибо за интереснейший вечер участникам дискуссии, огромное спасибо организаторам. Обещали один вопрос, его надо дать возможность задать, а потом я приглашаю всех, кто в зале, остаться на концерт, если вы хотите, или погулять по музею, и посмотреть на классику, которая висит в залах, которая сейчас открыта на первом этаже. И будем ждать вас на следующей дискуссии всегда на пятницах в Пушкинском. Итак, кто хочет задать вопрос? Ну вот, пожалуйста. Спасибо большое за интересные доклады, за интересные доклады, есть над чем подумать. Скажите, пожалуйста, делает ли, если вернуться к Боттичелли и о смыслах, живописным смыслам, делает ли Боттичелли современным то, что его своеобразная линеарность и декоративность, временами доходящая до условной, до условности, лаконичной условности, и соединенная с духотворенным тонким лиризмом, делает ли это его современным, или это свойство каждой эпохи? Ну, я не знаю, если есть возможность такое общение. Здесь есть такой момент, очень характерный для всей нашей культуры. Мы пользуемся историей искусства как актуальной современности. С этим связано все, что происходит у нас в области туризма. Мы же все колоссальными толпами идем в область истории. Ну, например, есть эстет, который может поехать посмотреть памятники, предположим, в районе Дефанс в Париже. Но главным образом мы будем видеть туриста, который идет в центр. Это касается в не меньшей степени Флоренции или Венеции. Это совершенно очевидно. Боттичелли пересекаются, вероятно, с какими-то внутренними интонациями и предшествующей эпохи, 30-х или 40-х, и нашими интонациями. И, вероятно, эти интонации у зрителя значительно подлиннее, чем у современного художника, который использует его как материал для переинтерпретации. Этот контакт оказывается очень прямым. Но все-таки я не стал бы это дело модернизировать. Человек остается в своей собственной эпохе, и чтобы его по-хорошему и внимательно понимать, надо к нему приближаться совсем не так, как к современной искусству, и даже не с точки зрения непосредственного лиризма или линеарности, а с точки зрения того, что в контексте своих современников, текстов, которые его окружали и так далее, он оказывается понятнее. Но действительно феномен, о котором вы говорите, есть. Он с точки зрения чисто интенсионный, может быть, ближе, чем многие другие. Например, есть такие замечательные персоны, как Рафаэль, которые занимали полнеба в классическом периоде. Но сейчас он далеко не так нам понятен и не так близо, как вы течели. Это относится к нашему с ним диалогу, который, к счастью, может быть совсем не таким, как в профессиональном искусстве, которое мы видели моего коллеги. Большое спасибо за дискуссию. Следующая состоится 25 октября в зале Микеланджело. Мы всех будем очень рады видеть. Большое всем спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ